погнали дальше наконец-таки та самая круткая глава я уже много раз здесь бывал столько что я даже бил со счета но сейчас что-то изменилось будто это мой последний шанс если еще не стало слишком поздно не следа инициация 9 здесь больше никто не живет неужели я опоздал скрэч был там и писал свой триллер его еще можно было остановить не нужно было попасть внутрь так сейчас мы пойдем туда да я смотрюсь немножко немножко еще тут конца этому нет кошмар от которого не получается проснуться я думала что смогу поймать алана на фото но нет все время появляется только чудовище каждую ночь как волна на берег я так устала теперь он все время там у него столько злости и это невыносимо я старалась изо всех сил ну все не могу не решила вы скорее всего не поймете меня называют художницей но мне честно говоря плевать я просто хотел показать миру что я вижу так продолжаться не может пора сменить перспективу от фотографии к модели от художника к искусству алис вейк покончил с собой вскоре после завершения работаем над темной обителью она погибла но не покинет нас пока существует созданное ею произведение далее будут показаны ее снимки но Продолжение следует... Элис умерла. Скрэч мучил ее до тех пор, пока она не сломалась. Она не могла больше терпеть и все это время думала, что это я. Скрэч все еще был здесь. Он не мог покинуть темную обитель. Вычеркнул мои исправления из возвращения. Я это уже видел. Это был не Скрэч. Это я сам. Застрял в цикле. Я начал мешать самому себе править рукопись. Элис преследовал я. Это все моя вина. Я убил ее. Это ритуал, который завлечет тебя. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Конец инициации. Мы привели к песне щелкунчика. Нам удалось вернуть Вейка из тёмной обители. Но он попал в совсем другое место. После того, как я столкнулась с Найтингелом в складке, он очутился на берегу. Вы в порядке? Нет, нет, это я виноват. Она выбралась на свободу в моём облике. В облике Скрэтча. Той ночью я нашла Вейка. Он вернулся из-за этого призывного ритуала. Это был Вейк. Скрэтч не претворялся Вейком. Он был Вейком. Проклятие, он здесь, Скрэтч! Берегись, Андерсон. СТВС Скрэтч это Вейк с тёмной сущностью внутри. Ему нужен щелкунчик. Новый план. Я заманю его в камеру. Когда мы окажемся внутри, заприте её и обрушите на неё всё, что у вас осталось. Андерсон, задержи его с помощью пушки, чтобы я направил на него свет. Ваш выход, Андерсон. Прожекторы. Опять крутить прожектор, я понял. Продолжение следует... Продолжение следует... Всё! Прям капельку не докрутил. Че, у меня нет? Почему я ничего достать не могу? Во! Почему сразу-то не сработало? Так, одну щашку потратили. Так, дотянул на место. Ты кто-то масте, дотянул! Я не могу. Тянулось! Эссабет! Лайк! Я в доме, пошел. Пошел, пошел. Лайк! 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 Редактор субтитров! Продолжение следует... 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 Бля, я слышал, что ты рядом Хуя, серьезная заявочка Зай簾 Зайз 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 Оф Да, хорошенько меня тут огрели, конечно Бежит, что-то оборачивается Так, через эту станцию пойдем Кстати, хочу все-таки рискнуть сбегать дотуда Этот меня наоборот убежал Друз Ну, нападайте Давай, нападай, нападай Нет? Ну и пошли в задницу тогда В темном обители мною управляла темная сущность Мое возвращение ослабило ее Она затаилась Я не помнил, что произошло Но я чувствовал, что она обретает мощь и пробуждается Я думал, что она ходит за мной и вот-вот настигнет Но все это время она была внутри меня И, наконец, взяла верх Превратила меня в скретч И вот так Так тут не пройти. Я должен был вернуться в Брайт Фоллс и покончить со всем этим. Поехали. Там как раз новая глава. Я добавил в сюжет Сагу Андерсон, чтобы она помогла мне выбраться. Но ей это удалось. Но цена была велика. Алекс Кейси был герой моей книги уже много лет. И это привело сюда реального Кейси. И теперь он тоже жертва. Сага, Кейси, Элис. Весь этот кошмар начался из-за меня. Это я во всем виноват. Скрэча нужно было остановить. Я уже проходил это. Я следую по этому пути целую вечность. Благодаря Скрэчу темный обитель вырвалась снаружи, а значит я смогу попасть внутрь. В 2010-м я ринулся в глубины, полагаясь лишь на надежду. Ради Элис. Тогда я не знал, что ввернуть себя в кошмар хуже смерти. Выбраться мне удалось лишь 13 лет спустя. И теперь Элис умерла. Из-за меня. Ничего другого не оставалось. Я должен был снова устремиться в глубины, на сей раз зная о грядущей расплате. Или так. Я вырвался из глубин, но вынес с собой и темную обитель. Я все еще в плену. Может теперь получится освободиться. Надеяться особо не на что, но выбора у меня не было. Я не мог упустить такую возможность. Страх одолевал меня. Пошло оно все. Так, ну что. Здесь у нас уже начинается новая глава. Предлагаю ее оставить на следующую серию. Так что благодарю всех за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok